Впервые почти за 10 дней заточения собака оказалась на улице. К машине волонтёров её несёт сам хозяин, но их встреча была недолгой – не более пяти минут. После чего парня снова отправили в ОВД для отбытия административного наказания. Собственно, из-за этого собака больше недели находилась в заперти. Ключи молодой человек отдавать никому не хотел. Круглосуточный лай собаки мешал жителям дома. Но люди переживали не только за свой комфорт, но и за состояние животного. И вот теперь этот милый пёсик с символичным прозвищем Шерлок нашёл своего хозяина. А что с ним будет дальше, пока неизвестно. Но сейчас он хочет поесть, попить и, наверное, погулять и ласки. Кормить и ухаживать за собакой будут волонтёры, которые приложили немалые усилия для спасения животного. Операция по вызволению Шерлока началась с заявления в прокуратуру. В нём люди просили не наказывать хозяина, а дать ему возможность открыть дверь квартиры, в которой была заперта собака. Узнаю такой случай, что собака уже неделю заперти, голодная, без воды, без еды. Естественно, у неё шок будет. Надо её изъять оттуда каким-то образом. Нам помощь нужна, и нужно как-то всем сообщать и помочь животному. Когда девушки пришли в прокуратуру, они и не догадывались, что вопрос решится настолько быстро. Прошло не более часа, а задержанный в компании конвоиров стоял возле своей квартиры и был готов передать собаку на попечение волонтёров. Большое дежурному прокурору, что как бы откликнулся, посодействовал, большое это сделал, что нам животное отдали. То есть животное сейчас будет на передержке, а там уже как хозяин выйдет, как уже этот, когда позвонит, будем решать, куда что. Чтобы не было, чтобы не происходило опять такой же ситуации. Первым делом Шерлока накормили, а уже после отвезли в ветклинику на обследование. В ближайшие дни собака проведёт под чутким присмотром временных хозяев, которые, кстати, очень рады, что пёс смог выжить в непростых условиях. Ну а мы будем следить за его дальнейшей судьбой. Александр Комаров, Евгений Лазаев, Новости НТР. Александр Комаров, Евгений Лазаев, Новости НТР.